когда мне было 20 лет мы сидели в общежитии там как всегда мы употребляем спиртные напитки я друзьям сказал что вот свой полтос я отмечу на ивереске и как бы это 30 лет меня эта мысль постоянно преследовала и так у меня все это получилось пространство позвонили друзья мои с украины притом и позвали меня путешествие к эльбрусу ну правда базовому лагерю я думаю там не что-то получится хотя бы на первую ступень сходить где альпинисты заходят и у меня все получилось и получилось очень грандиозное путешествие которое всем рекомендую и ты получил очень массу положительных эмоций как бы обновление произошло в жизни слушай ну да давай немножко поподробнее да то есть что это за страна такая непал потому что не все на самом деле можно даже знаешь что это за страна где она находится чем она отличается от других стран и потому что кроме того что ты был в базовом скажем так лагере ты еще и немножко окунулся в мир в жизнь непала расскажи немножко просто про саму страну чтобы мы немножко узнали что это за страна непал это страна между находится севернее индии граница с пакистаном бутаном и очень высокогорная там 8 восьмитысячников находится в непале то есть это страна горных вершин город столица катманду куда мы прилетели очень похоже на индию но на северную индию более цивилизованную люди там имеют более европейских киплица и там более понятно чтобы понять допустим индию сразу окунуться туда вначале на рачили за непалу на пройти как вообще туда добирался потому что там все просто я просто видел тебя в инстаграме там на какой-то кукурузник или это вы куда-то потом уже потом для санкт-петербург москва с москвой мы шаржа полетели это эмирата там с эмирата все в катманду туда прилетаем там небольшой аэропорт есть и у нас там друг живет а ну если кому нужно пожалуйста пишите отдам все контакты этот парень он сам не палец он брахма это самая высокая каста верхняя иерархия как бы и он он организовал сам туристическое агентство и притом закончил институт какой-то там аграрный по моему в москве и 15 лет жил после этого то есть 90-е годы 2000-е он прожил и он думает как русский по большому счету и если вы поедете в непал ходите в горы может через него это все это организовать и не то что ради рекламы это говорю потому что с ним очень легко разговаривать и не у вас не будет в процессе этот путешествие никаких проблем что он всегда все это разрулит у него там как бы все на мази по непалу он уже много русских обслужил и очень классно с ним очень комфортно вот мы в непал прилетели и катманду у нас там уже отель уже мне первый раз были что два года назад мы ходили на священную город кайло скоро прошли вот мы пожили в катманду это город просто невероятно конечно там находится все там и пакистанцы и индусы и вся европа там там тусуются обалденные классные рестораны там европейцы почему-то любят любят эту страну они открывают вам свои рестораны и там просто даже один газ гастрономический тур чего стоит обойти эти там вещи ночная жизнь там тоже присутствует а вообще это обстановка для альпинистов и для людей которые ходят в треки потому что это сейчас модное направление со всего мира туда люди приезжают и там все пути начинаются как мандо ну у нас путешествие протекала как бы в базовый лагерь или реста а это примерно это начало то город лукла есть такой и туда только летает самолет и немножко страшного не облетать потому что самолеты я потом прочитал барбангир как-то называется мы начали выпускаться 64 году канадской авиакомпании какой-то и восемьдесятом году выпуск закончен последний восемьдесят восьмидесятом году на и не пальцы не богатая страна они скупают весь этот парк у канадцев притом не знаю даже их обслуживают и летают на них и пилоты у них там все ну вот такой самолет 12-местный он взлетает скотману с нормального аэропорта летит и он не летит высоко над горами потому что не может подняться выше там и любые погодные условия там ветер что-то его сносит ну вот но мы правда вечером летели ничего не видели и прилетели в эту лупу это было нормально в этом высадились сразу мы в гостинском переночевали но дело в том что когда мы обратно летели это был какой-то тихий ужас что вы садились уже было все светло взлетная посадочная полоса всего 400 метров и 700 метров в обрыв вот представляете вот так вот то есть когда при заходе на посадку надо нет права на ошибку до старого круга уже нибудь лючку надо четко встать и все 400 метров и притормозить это самый опасный высокогорный аэропорт в мире вообще считается другого пути там нету и так смешно еще когда мы днем все посмотрели самолет лежит здесь здесь три самолета по-моему которые не взлетели которые порывом метра вынесла там наверно вы и падают периодически там там лучше интернет не смотреть потому что там очень много там катастроф как бы в этом кстати там погибла даже вот хиллари кто поднялся на эверест первый раз и вот его супруга семьей погибли тоже в этом самолете когда к мужу там летали что-то но много там но об этом хорошо что мы не знали это потом стал узнавать и все и мы прилетаем в луклу и больше мы не видим ни автомобилей ни каких колесных средств не велосипеда не телег ничего мы не видим и погружаемся на три недели почти вот только есть яки это высокогорные такие красивые животные которые тащат груз потом ослы горные непальские и люди все и вот вы представляете вот просто следующий допустим населенный пункт находится через 20 километров другой через 100 километров там через 300 километров есть там нету дорог никаких и это люди несут все на себе вот вот вы не поверите он живет 150 километров допустим от луку там как вот он дверь какую-нибудь привезли и он тут дверь придет на себе он они весь они маленькие сами не пальцы как бы небольшого роста но они тащат груз два раза больше себя и вот они не устают еще для меня это вообще просто какой-то нонсенс как там уже не устают и это супер люди и ты куда не смотришь и не понимаешь раз это возможно человеческие возможности позволяет этого делать могут делать оказывается их много там и просто не по-другому не представляете это родились там любой парень уже 10 лет уже это хорошо что если он портером работает когда вот как у нас я сразу понял что путь большой и сам я не буду нести это мне порядка 18 килограмм это небольшой вес даже для кавказа там или куда мы ходили я взял свою десяточку как бы и все и портер несет мне он вперед приходит уже в гостиницу все это выкладывает и тебя уже все нормально сушают ну скажем так жить в горах это сразу же обедненную рацион пищевой скажем так и знаю то что ты все-таки сидишь на сыроедении да на фруктах овощах очень на зелени мясо не ешь как ты там вообще обходился без необходимого скажем так человек организма белка там ну во первых как мы привыкли имеется мясо да все таки это уроку находится где-то на 2500 тысяч метров где-то и там зелень растет и потом такая вкусная вот вы не представляете вот там вот эти огороды растут там лук чеснок там какая-то салат и почему-то он безумно вкусный то ли у меня недостаток его то что там его нет ты начинаешь есть и тебе безумно вкусно либо там действительно вот так вот это я еще ел это когда никогда низко было и а там приседят рис лапшу ту же самую и у них там называется как пельмени какие пельмени они вегетарианские и есть местные есть местные и самое интересное вот что я провожу сейчас эксперименты как бы в разных частях мира когда бываю я спрашивал про питание буддисты а в основном все буддисты и дуай и дуайдизм есть религия и и буддист они мясо не едят совершенно но некоторые есть едят едят мясо я с ним разговариваю говорю как вы так вы кушаете его убиваете животных говорит нет мы приглашаем ситхов это еще какие-то есть люди там бойцы они там режут животных вот мы тоже сейчас уже не едим мясо потому что как мы только начинается убийство животных у нас погибает люди у них четкая закономерность это есть с мясом очень вот провела параллель потому и очень мало как бы и мясоиды там не очень комфортно себя чувствуют вашему счету и мне это очень понравилось мне было легко на самом деле что у меня всегда вегетарианское питание было я от цароиды не ушел еще до этого зимой ну там вареный рис там пожалуйста с овощами это всегда пожалуйста и там супы специально для шерпов которые для себя делают там зелени они сушу очень много сушеной зелени у них притом тоже цветная капуста у них все в сушеном виде они добавляют и как-то снизу приносит так что с питанием все здорово и что это за такой фрукт не интересен это авокадо авокадо для меня это не привычный для тебя я тебе ворок это мы потом как я сниму все питание как бы я тебе это все расскажу это самый вкусный это единственный импортный фрукт который я ем потому что там он мысленистый это недостаток слушай получай смотри ты находился в отсутствии практически месяц да и цивилизация сказал бы так нашим привычный привычный как там вообще с интернетом дорого недорого то есть думать как-то люди же пытаются связь ну я же выходил я даже в посты в контакте делал есть гостиницы они не претендующие что на улице температура минус 5 допустим гостиниц тоже минус 5 там ничего не греет там нет отопления отапливают гостиницы какашками ну отапливают в одном месте там столовой общий зал там все собираются вальперисты все кто там в трек идет посреди стоит печка и все больше отопления никакого нету слушай так это же получается там это гумно навес от золота ведь так по большому счету тепло дает конечно и на ней на ней же еще и пищу готовят конечно я такую же ситуацию видел в египте ну там тоже дано пока что готовят просто кто не в курсе разжигает костер и какашки они они очень кстати хорошо энергии дают вот кладется лист определенные на листе пожалуйста вам могут приготовить блинчик там еще какой-нибудь там местную еду вот так подогреть пожарить не сам экологически чистый просто дрова заканчиваются уже где-то на 3 500 как бы там месте леса а выше уже когда вот верхний базовый лагерь только на какашках я как там только я китам ослы уже даже не ходит одни яки уже вот которую базовом лагере увереста уже приносит снаряжение все слушаю в итоге то смотри вы поднимались все лучше и выше да и каждый вот вот этот подъем тогда вот каждый вот этот новый лагерь туда взять поставляется правильно то есть но там все таки ограниченный рацион конечно нет того все руках все это 100 километров от луквы куда мы призвали на самолет 100 километров человек либо европейцы то вообще не понимает просто как так воду и машина воду тащит нет вон же нету воду тащит туда и 4 доллара стоит пол литра воды вот уже последних двух двух ночевках 4 пол литра воды стоит но к нам мышки не такие богатые как это мы снег топили это на меня все равно я нормально все это ну за четыре доллара я не брал тумон как мог еда тоже дорого понятное ночевал не в гостинице на улице если что там плюс 5 или минус 5 не минус там минус 5 и там минус минус 15 по-моему можно ночевать и на улице все нет там как бы они еще затаскивают просто ну там допустим обед стоит там полторы тысячи рублей так вот в верхних базовых гагерях там это просто сколько еще у полтора на наши деньги где-то ты тысячу полтора так чтобы покушать ну кушать особо на самом деле уже на высоте не хочется потому что там у тебя уже горняшка это когда недостаток кислорода пошла 70 процентов от того кислорода который мы здесь дышим там всего 70 процентов находится поэтому у тебя аппетит как бы снижается ты уже на внутренних ресурсах начинаешь ходить потом вообще пиши свои ощущения сейчас так рассказываешь там да я чувствую что там совершенно другая ситуация касается там все по-другому пиши пожалуйста вот не человеку несведущим который там никогда не было еще не факт что-то доберется вот и мне скажи что ты вообще чувствуешь что ты рассказываешь что снижение аппетита да а что вообще еще происходит вообще эйфория ты был же в горах маленьких маленьких был да вот небольшой но вот только это самый высокий горы мира вот как ты смотришь там на вершину на юрист вот она когда перед тобой стоит и ощущение что ты такой маленький бог такой на и смотришь вот на все это мироздание вот это безмолвие когда ты просто сущность какую ты понимаешь я считаю что вообще что мама это моя теория что это мозги земли земля это живой организм и мы заходим какое-то сокровенное сакральное какое-то место и получаем это новую информацию это потом уже когда мы спускаемся вниз она приходит понимание ты осмысливаешь и догоняешь что-то но там просто тебе очень легко очень спокойно становится душа у тебя она обнуляется что у тебя все мозговые процессы там начинают там совершенно не как здесь начинаешь думать это здесь ты включаешь мозг у тебя хаотично все это просто какой-то кайф и и почему альпинисты когда спускаются вниз там или кто-то на вершину ходят они обратно в горы хотят потому что ты один раз зацепил это чувство и тебе постоянно хочется к этому возвращаться сша еще такой вопрос ну вот мы как жители мегаполисов привыкли к этому постороннему шуму там как да там просто вот извиняющая тишина да нет но там постоянно идет что-то разговаривает ветер все равно как бы идет там все равно какие-то шумы есть там постоянно там лавины даже там сходят прямо не услышно там громко там достаточно ну пейзажи просто неимоверно ты смотришь это и все же меняется и каждый там подъем там на 100 метров совершенно другой же пейзаж там солнце очень красиво как она заходит сходит там просто вот ты находишься в каком-то раю что просто неописуемо это еще когда ты очень много проходишь это по 20 километров в день проходили где-то даже по порой больше там набор высоты достаточно большой делали еще это усталость вся и ты не понимаешь у тебя все это вообще прям как будто ты переходишь в новое состояние совершенно тебе доселе неизвестное и от этого ну или на людей смотришь как бы как другие взаимоотношения между людьми интересно когда вот в таких в походах как бы как люди реагируют там ну идут обычно люди которые знают зачем случайных людей там нету я понял смотри ты не уже не первый раз поднимаю ну скажем так живет в горах поднимаешься а что ты вынес какой вообще вынес мысль из этого похода очень такую что там живут люди и эти люди они только внешне похожи на нас а думать совершенно по-другому них слово честь не забыто у них совершенно взаимовыручка другая вот всегда они еще не испорчены цивилизации вы сами не пальцы как бы который не в катмандо живут а который именно там шерп они уже обособленно живут до 65 года непал был вообще закрытой страной вообще иностранцев там не было они увидели иностранцев там вот только недавно только их не отцы как бы точно тут у нас сейчас обслуживал очень много вынес я очень много через людей страну понимаю даже не через природу а через людей потом когда мы уже спустились я мы разговаривали долго с ламами то есть мы были таков патлинг пампинг город такой рядом с катманду и у нас была долгая беседа там с людьми которые учатся на лам и меня просто поразило что они мы даже ничего не знаем даже не читал про них слышал там лама да мы встречался с недалом вот голландец там есть европеец который получил сам ламы а там вот он не палец сам и этому 20 сколько четыре года было помню парню и узнать там 7 языков допустим что он совершенствует говорит на немецком на английском на тибетском языке на санскрите на своем на непальском языке не помню индийский знает и китайский удивился что и он со всеми может разговаривать вполне так это перепрыгиваю с темы на тему просто когда ты с ним разговаривал мы говорим по-русски я пытался по-английски разговаривать у меня не очень хороший английский почему потому что я тебя понимаю санскрит первый прародитель языков очень похож на русский язык я просто говорю что русский язык это изначальный всех языков там меня могут оспаривать я говорю что у меня не стандартная точка зрения ну я там там не это подтвердили что мы с ним разговаривали мне понимал достаточно очень похож на санскрит как бы там этот ну и почему говорил то что люди очень высоко образованные высокодуховные не стремящиеся к западным ценностям совершенно и не хотят куда-то не в америку не в европу им там все хорошо как бы и они стремятся для духовного развития чтобы стать ближе к богу и они есть и достаточно много этих людей и это культура никогда она была до всегда она никуда не умирала и сейчас она еще больше развивается как бы потому что там любой не палится отдать своего ребенка в эту в эту школу послушников и если он станет лама это очень высокая честь вообще и спросила для чего вот вы такие высокообразованные там сидите в горах там медитируйте я такую фразу получил интересную это чтобы у вас мое линии было просто мы настраиваем все чтобы вы там друг друга там вы живете ну совершенно как бы если перефразирует по скоски просто вы уничтожаете планету вы что-то там делите там друг с другом там ну вы должно это пройти по что мы все боги там мы пришли на эту землю мы должны жить здесь гармонии со всем ну что сейчас происходит там допустим на западном мире там непонятно совершенно для них по крайней мере и они я считаю что они у своим моделью поведения обучение там верой там молитвами они конечно помогают я в этом верю глубоко достаточно потому что это моя и только на веру можно принимать так ну что давайте перейдем давай расскажи пожалуйста не давайте проверить просто что вот моя это последняя мечта пришел я этот базовый лагерь там стоят индийские команды и нашел о русских там которые мы ушли это к сожалению там это они ушли на век там уже уже на вершину но я просто поговорил там с людьми кто-то не кто-то вернулся уже не смог там какие-то проблемы со здоровьем то ну это люди конечно очень сильные сейчас суд мы всего мечта какая-то есть определенная но это стоит 6 миллионов рублей вот просто для информации сейчас чтобы прийти в питере в контору сдаться и хочу на вере сказать 6 миллионов рублей это стоит сколько идет по времени подготовка ну там два до два с половиной месяца по-моему это там а еще до этого надо самому да нету сам там подъем топом за две недели там они поднимаются там ходить туда нужно просто это дорого во-первых финансово вторых то здоровье надо сколько я посмотрел глаза этим людям ну для чего это нужно наверно быть на самой высокой точке планеты это какие-то другое тесто люди сделаны и вот ну интересно у меня опыт такой и встретил человека там мы фотографировались там камень такой есть специально там высота там 5 там 370 что ли там типа базовый лагерь мы стали нашей команды которые поднялись там и какой-то там мужичок там еще не ушел от нас я говорю ну ладно дай нам без тебя ставим афироваться и по-английски понимаю это человек был 21 раз триггерезки и оказался он там самый крутой какой-то там ну он грузы тащит туда сами группы возит туда александр сразу быстренько посчитал вот она чувствуется предприниматель 6 умножил на 21 и сразу понял что с этим человеком нужно дружить а потом самое интересное что мы как на колопатар пошли еще на вершину с которой самый лучший вид эвереста она она четыре пятерки пять тысяч пятьсот пятьдесят пять метров туда и зашел и он там сидит как корешки там уже с ним ну там конечно безумный вид вот прямо эвереста вот эта гора и на 3000 выше вот эвереста прямо самый лучший вид там очень такое зрелище слушай еще такого вопроса если там какие-то но там идуизм да это гаврил да вот и кто еще и буддизм буддизм если у них там вот эти храмы на вот этих каких-то высотах до сюда у них много храмов на высотах на самом-самой там вот высокой точкой примерно знаешь это мы по предыдущей поездки могу сказать там что мы были на высоте 4 600 это китай был или тебе тоже не непало тебе это такие же такой же горный массив только со стороны китая китай кстати захватил просто эту всю страну и весь мир просто проглотил это все не стали ссориться ну с другой стороны там сделали дороге они там круто просто так вот такое масштабное строительство горы и вот они все сделали классные дороги там это это отдать недоложно и китаянка фсбшница такая потому что там китая всегда группу сопровождает и занят да да я нау почему-то мы с ней закорешились ангет ребята вы молодцы привела нас к лестнице поднялись в полторы тысячи метров вот так вот там поднимались там и пришли в монастырь женский притом девчонки двадцать и какой еще ходить но мы откуда знаем куда приходим они писать мы первые европейцы были как я никогда не это вот сюда вообще нельзя как бы заходить ему там попали вот тогда нас колбасило там что-то какой-то портал что ли открыт у нас всех скрыла там просто сложно это описать какие-то видения начались там пообщались там ну очень интересно было это а в данный момент мы вот когда возвращались уже с базового лагеря мы зашли специально рассмотрелись комарова передача знаешь есть такой блогер да и вот зашли в этот монастырь где череп ети лежит нашли это череп ети вот у меня как может пограть кто-то выставить там я он подержал в руках но он сказал что это фейк как бы он типа там они волос там выдрали конечно приврал там все что там его можно взять спокойно там что хочется это делать конечно фильме он все по-другому там типа это все так лучше делали то не откликает второй то вытаскивать то пинцет коробка раздолбанных вот и много монастырей у таких как бы и каждому интересно там притом у меня очень эзотерическая группа была ребята мастера рейки там всяких там биомассаж ребята занимаются вальшнаф один там был и молились мы каждый день вот еще каждый ему по часу как бы нам не считаю нам вот эти молитвы помогли что нам поспогольно повезло там же некоторые группа разворачиваются там не идут у нас вообще все славненько было вот и до у нас ни одной заморочки не было на пути вот ладно давай прогул я думаю на все вопросы ответили интересно кому не интересно смотрите у меня альбом вконтакте там фейсбуке ну что давай в красе расскажи пожалуйста так как ты все таки сейчас перешел уже давно на вегетарианскую еду на вегетарианскую еду скажи пожалуйста как ты обустроил свою быту потому что человек в целом по стандарт три раза питаясь сада еще какие-то перекусы вот и как ты вообще полностью заменил содержание мяса своей пищи куда какой обширный вопрос просто бы что мы сейчас уйдем ну вкратце на смотрю я вот у тебя есть баночки да да просто меня жизнь заставил во первых перейти ну вкратце пять лет назад выставляете я нормально жизненный полный жизненных сил у меня сустав прихожу мне как-то замена сустава это забедренного я думаю уродом сейчас буду да все под замену я не верю эту я вам что-то придумаю но там не буду меня поехал к нам во вреда на моей медицинской академии мне все говорят что все под замену все у тебя нет крещевой ткани то я не понимаю как это так 45 лет у тебя болезнь там 70-летних в общем то ну говорят там родовая травма у тебя тому я поехал ну ладно наша медицина говорят не очень хорошая российской типа поеду в мюнхен мюнхен то вроде как там центровой ортопедический институт приезжают там кучу денег с меня берут там говорят аквалангист же игру конечно я аквалангистом ты ниже 50 метров погружался груда был у меня косяк такой все суставы сразу летят все это в нем причины говорит игру все больше ничего не скажете ничего до полторы тысячи евро нормально поговорили поехала в бенидор агро круче еще там это в испании есть там то же самое вот просто я понял что западная медицина и вообще он всем советую вот я прошел через сети я два года занимался хромал это и занимался игру от чего потому что причина должна быть я не хочу сделать следствие уже делать мне нужна причина то что 2 меня уже на подходе там был короче не узнал ничего официальной медицины мне ничего не сказали все я кучу денег отдал движение и не рекомендую даже к ним обращаться вообще я поехал на алтай тогда вот у меня было там поход и к старцам старовером к травникам я там оказался но я считаю это просто меня то пространство вывело как мне просто не объяснили парень ты чё кушаешь это мне ни один врач не спросил просто этих врачей их не учат институтах что кушают люди больные а все а все болезни идут оттуда вот генетическое оружие которое это я потом понял уже тогда еще ничего не понимал меня нужно было что-то делать уже они они вам я ему рассказал что я ел я ел все я просто как поросенок был я жил бухал курил и ел все этом супы и все эти дучу с детства нас приучали культуру нас такая вот есть так будешь еще у тебя ну ты рассыпешься просто все ты чувствуешь что у тебя оказалось что он вымывание кальция происходит кстати это очень болезнь уже молодеет и у многих уже когда больницу лёг я уже понял это просто молоко простое элементарное молоко я пью у меня вывание кальция идет самый большой и сам большого сустава все допился этот молоко не все перестал не гать резко меняй я бросил пить молоко все молочные продукты убрал из рациона с включая сыр и это и мясо мясо это убийца номер один покручиваем сигареты кстати объясню если хотите в двух словах очень легко все вот две вещи которые нас очень сильно сокращает нашу жизнь и мы все делаем программу изначально уже на короткую жизнь мы себя программируем а это генетическое оружие которое создано в этими друзьями которые которые нами правят там для того чтобы уменьшить численность населения земля просто и надо вернуться просто к своим истокам к истокам предков надо просто понимать что кушали наши предки раньше до изобретения всего товарищ рокфеллер 1910 год подтвержденные данные все что-то помимо нефти надо еще как-то деньги выкачивать и все-таки много сейчас идет же вот эта тема что у нас слишком много на этой планете и мы все там ресурсов не хватает вот этот бред который нам несется уже все и все слышали золотой миллиард нужно уничтожить и только через что да то что не хватает ресурсов на самом деле если мы сейчас затронем ту ситуацию которая вообще в целом происходит в нашей стране то обратим внимание что есть кулачки земли в нашем территории где нет не проживают люди вот из плохой экономической ситуации люди стали съезжать большие города там где хоть какие-то есть деньги для проживания людей загоняют в большие коробки где они нарушаются биополя все когда у человека несколько тел находится а вот это самое астральное тело которое вокруг нас идет она в этих коробках особенно в маленьких она сжимается все мы почему-то нервные ходим все что-то нам нам навязали как белки в колесе мы всю жизнь бегаем бегаем потом конце концов умираем просто а нам еще помогает очень хорошо пищей в этой всей мясо это вообще ужасный продукт и не знаю почему нам его привили с детства услышать давай будем вспоминать посмотри сколько было раньше мы в принципе сейчас не знаю есть реклама сосисок реклама майонеза реклама колбас фишка в том что потребителю надо каждый раз напоминать рассказывать и ждал бить о том что давай ешь 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 вот отсюда естественно формируется некая культура потребление именно та которую навязано скажем так корпорации правит корпорации согласись до проект корпорации и и попробуем мы сейчас откажемся ты я мои дети еще кто-то откажемся от мяса они прибыль начнут терять на что и все и они еще что-то придумают это не подбрасывать макдональдс что химический состав посмотрите чики магнатис это ужас как эта синтетика просто такая еще с добавлением наркоты всякой который ты за три раза привыкаешь к ним ну просто скажем так сара сахар тоже является неким ну как сказать сахар в нормальных дозах да то есть опять же получен этот тростниковым способом там или свековых он еще по большому счету это нормально то есть а то что там есть всякие заменители сахар который добавляется да вот тут уже самое интересное начинается вот это приучение к сладкому потому что взять тот же макдональдс нет нет ну вот все буки во первых точно сахаром идут все идут вот не знаю мясо добавляется не добавляется там да то есть но в итоге то что получается мы приучаемся к потреблению большого количества сладко поэтому вот эта тучность она отсюда тоже появляется понятно что еще и мясо до этого добивает просто я честно скажу вот по себе я сейчас на набрал вес причем так вот прилично что-то я вот расслабился на самом деле в моей вот рационе есть мясо я как-то протестировал после той встречи с тобой протестировал немножко меньшее количество мяса я заметил что да так идет такая легкая просадка по весу сразу же то есть получается мне не столько нужно калорий для того чтобы себя поддерживать поэтому это реально надо попробовать проспетировать но я имитирует да если я буду говорить я только на своем примере я никого не хочу из книжек брать какие-то примеры или своих друзей там уже я могу рассказать про себя просто а кстати насчет рокфеллера когда еще 1910 год они создают что пищевую промышленность чтобы людей загнать города убирать их от земли чтобы они сами ничего не растили как бы вот почему был вот этот период в год в америке великой депрессии то что все людей тучили земли и ничего не выращивали они только могли беспомощно покупать что-то в магазинах а это первая пищевая промышленность идея людей начинают пичкать всякой химии там потом это фармакология мощный бизнес вырос его раньше не было еще в девятнадцатом веке фару была все медицина на травах все все это это придумали мощнейшую медицину которая сейчас развилась и потом эти ребята в белых халатах наши любимые друзья вот я сетевые магазины фармакологию и друзей таких я их убрал жизни своей вы знаете сколько у меня вот этих и не хожу из не сетевые магазины не захожу в аптеку и прекращать и прекратил после операции я сделал операцию все таки да я могу сказать все удачно все хорошо это и после этого прекратил ни разу не обратился ни одного анализа не сделал тоже я чуть барометр самого что я сам просто если хорошо чувствую меня столько энергии появилось просто ну это по потом попозже уже и всем рекомендую просто это сделать потому что мы всю жизнь нас загонять в эти рамки просто если нас и пищи не добили нас добивают лекарства вы съели аспирин вы на два месяца ушли уже в такую трубу по другим органам просто что который лечить надо а кто на этой химии сидит это вообще вот просто мне жалко детей только не давайте ничего прививки это вообще просто ужас такой это людей уже изначально уже уже делают изначально больным и на короткую жизнь уже их игру просто кроме вещи сейчас таки немножко но люди знающие они понимают прекрасно все все что происходит потому что наши кто дает прививки они знают формулы это все со штата приходит вот просто вот сама формула это просто надо каждому ребенку засадить для того чтобы он был вот дальше он пришел к белым ребятам в белых этих халатах человек вообще не должен болеть вообще не должен болеть жалко что узнал эту информацию слишком поздно уже на самом деле потому что ресурс уже ты знаешь вот наша задача людей сознательных взрослых наверное просто рассказывать делиться информация с близким кругом ну да возможно через вот эти маленькие круги да то есть мы сможем неким способом воздействовать на людей потому что люди все равно тянутся и да и сейчас происходит переосмысление потребителей и они тянутся к источнику совершенно другой информации очень понравилось как ты говорил эти люди белых халатов фармакологии и я такой сижу и думаю ты сейчас так говори что блин они же реально менеджеры которые продают лекарства с таким оборудом 1 триллион долларов фармакологии это с нуля это который не было никогда там в 19 веке и и не было и сейчас триллион долларов всему миру вот эти таблетки сраные какие-то где там в половину там соответственно совершенно просто это просто обман глобальный человечество идет ладно не про это это так кому интересно это сейчас полно еще информации в знаете пожалуйста там это у нас земля планета земля она очень гармоничная сама по себе все что здесь делается здесь все правильно любая болезнь и она приходит к нам для чего-то но она увлечивается любыми растениями читайте лекарственные растения просто их полно они под ногами у нас растут везде они самые простые начиная от ромашки вот и и от ромашки тоже там липой и крапива и сныть и что-то в этом нету там все что необходимо человеку все находится рядом я вам покажу вот у меня сейчас стоит допустим крапива и одуванчик вот я я ем каждый день салат что они свежие сейчас у меня они выросли первая зелень они такие вкусные просто и ну я научу потом как бы есть если это интересно но поверьте в этих диких травах намного больше витаминов чем допустим там в петрушке которая выращена уже искусственным путем в общем то в них намного больше находится в питательных веществ и микроорганизмов и надо питаться по сезону всегда вот что-то выросло надо это есть у тебя всегда будет поддержание все еще могу сказать что всех убийца чего человек умирает там это видит сосудистые заболевания и рак раньше этого не было вот все это вранье что он был это только с питанием началось все рекомендую одну книжку почитать который перевернет сознание называется китайское исследование кэмпбелл просто запомните китайское исследование кэмпбелл человек 30 лет занимался взаимосвязью между потреблением мяса и раком просто и он четко доказал все доказал что это прямая зависимость и кстати на сайте онкология американском четко висит что мясо является причиной онкологии это как бы для информации что товарищи мясоеды вы подумайте как уйти от мяса и сил интересного могу рассказать что вкратце нами руководят бактерии у нас их порядка 5 килограмм у каждого вот они внутри сидят и мы их кормим кто чем корм то мясом кто фруктами то этим все они все расщепляют наминокислоты и строит нам тело дают энергию напрямую никто мы ничего не кормит вот мы эти бактерии эти бактерии находится набор какой-то определенных у меня раньше там вот алкоголь любил там это мясо там курочку там мол молочко там и они размножаются мы и сами взращиваем как бы и они такие довольные хочу мясо шашлык такой и тяки ребята ты думаешь что ты думаешь нифига вот эти ребята думают уже а потом говорю вот вам мясо блин потому что вот я решил эксперимент проводить я что-то сыплюсь здесь может в этом причина я перестал мясо давать ой как я хотел его 9 мая шашлык такой запах такой идет и потом раз проходит два месяца и эти ребята которые мясо хотели вот определенный вид бактерии просто она ушла дерьмом ушла и все у меня и все два месяца переход прошел от того что ты совершенно перестал хотеть этого мяса молочка то же самое я сейчас я услышу запах шашлыка просто меня-то трупный запах какой он есть на самом-то деле вот он просто идет я просто знаю что это вот убили животное насколько там лежало там его посыпали она еще трупный яд выкинула еще чтобы его не ели потому что натравлены уже само животное еще перед смертью это все что вас не умеют убивать даже это еще антибиотиков накачали а потом еще очень сильно химией сверху посыпали чтобы было красненькое и красивое такое было это так как здесь хоть и мясо не съесть и внешность человечем самое легко усваивание для человека и это и все вы доказывает доказано что что там говядина сложнее усваиваться свинина вообще это и это уходит бактерии все и вы не хотите уже мясо то же самое с молочкой и совсем вы можете сами формировать любое питание себе и вам вам не захочется истиннее буквально полгода вы можете любое питание сделать себе потом на нем и находиться это заявляю как человек прошедший через все это и мне не хочется уже потом небо самое сложное это от мяса мне легко отказался от сыров очень сложно отказаться но сыр это вообще параша полная блин это это грибок чистый который мы заносим в организм он там размножается печень и живет там в этом и сам все это он забирает все силы там и червякам там всяким я уже не говорю про других паразитов которые у нас там проживают которым из пищи это заносит и плюс еще а почему отказаться от чего вот сыры мне было очень сложно там как бы и все и постепенно когда вы начинаете есть зелень допустим зелень фрукты все что мы заменяем биофлору все я сейчас не могу я просыпаюсь салат вот съесть просто и это еда фрукты зелень овощи это еда это не то что десерт как нас приучили что это нормальная еда просто и все и вы также наедаетесь там еще продал можно пробежаться потом по кухне я думаю что давай мы сейчас сразу и перейдем но теории как бы что это теории посмотрим что у нас есть у александра заодно может быть он это угостит я сам пришел я не знаю специально не делал потому что на самом-то деле хорошо что сейчас уже единомышленники есть в питере я в основном как бы встречаюсь там со своей тусовкой там в инстаграме где-то подписаны мы какие-то фестивали у нас есть интересные люди встречаются и плюс там уже меня гордость что человек 15 наверное глядя на меня уже перешли на такое питание я очень рад что я повлиял как-то я сделал мир лучше я спас животных потому что мы не имеем права их убивать тоже этот аспект подумайте мы же сами голосуем рублем за убийство этот парень который сидит на скотобойне он нормально он себя чувствует к нему претензий нету мы сами приходим и покупаем это мясо все мы убийцами сейчас считаемся а корова это пипец это в год 330 тысяч до 330 тонн воды и нужно только это наши ресурсы а на самом-то деле есть не надо это мясо ну какие мы будем люди когда мы убиваем сами какие у у нас могут отношения дальше в круг это корень вот в этом как кроится еще как бы это это этический вопрос просто убийство не должно быть на земле ради еды вот я для себя сформировал какую-то цель допустим что не ешь все что имеет лицо просто вот для меня я не ем все что имеет лицо это улитки то же самое и рыба моллюски таракашки букашки всякие не говоря уже о коровах свиньих там баранах там или еще что-то ну людях ну людях там ну я бессоедом просто я говорю так это чего-то ну что давай короче давай 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 смотрим давай смотри ну еще начнем что во первых надо если это интересно кому обращайтесь ко мне я всегда люблю эти вопросы отвечать на всякие надо создать изобилие дома всегда чтоб у тебя было все по максимуму есть так если санкт-петербург сам идеальное место для сыроедения мы кстати это возможно через неделю эти позвоню опять просто сейчас уезжаю сам санкт-петербург в этот северодвенск я тебе позвоню мы обязательно с тобой поедем на эту знаменитую овощебазу на это софийская 60 софийской 60 и обязательно там не ну я не знаю если нам там конечно дадут записать но может быть когда в машине тогда запишем все что ты купил да сейчас мы перейдем что у тебя есть ты сейчас говоришь корма забили сейчас мы проверим это ты за рамы и будя к узбекам мы не подойдем к айзером подойдем я беру просто продукты сразу говорю что только на базе один раз езжу раз две недели закупаю сезонные продукты которые там есть это в основном поставщик это узбекистан сейчас допустим уже черешня поспела клубника все узбекская там и краснодар краснодар вообще сейчас очень много чего производит уже и только брать надо мешками сожалению тогда когда у меня остается раздаю ну это хорошо что раздаю но я покупаю сорванную только вот буквально недавно продукт как бы в магазинах просто скажу что лучше стараться не брать все обработанные все яблоки груши обработаны такой химией жесткой если вы едите там срезайте пожалуйста что нельзя то есть и не отмойте ничем это все уже и зелень тоже приходится нитратную есть там ничего страшного там как бы все просто это очень хороший